И все, привет, ребят, с вами Строй Вайк, и сейчас я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашим командным контрактам. Сегодня у нас уже второй день. Для начала мы вместе с вами посмотрим результаты первого дня. И там есть, как я уже увидел, положительные моменты. Так, так как моя фракция вроде как даже не на последнем месте, хоть вчера. Все выглядело максимально грустно и печально. Ну а дальше пройдем максимально быстро вторую миссию. Вчерашний видеоролик собрал довольно неплохую активность, поэтому мы в этом плане продолжим. Я буду показывать, как быстро и просто можно все это дело выполнять. Понятное дело, что вчера понадобилось потратить довольно небольшое, ну такое, солидное, конечно, время. Но в любом случае, дальше у нас уже контракты должны быть такие более быстрые. Например, сегодня у нас контракт на поимку двух золотых ящиков. По сути, эту миссию можно выполнить в рамках одного лишь боя. Ну и посмотрим, как это все дело сложится. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина. Для этого у нас 40 игры в аккаунтике. Стоять ему лично, так и так и темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо командных контрактов, то по итогам первого дня... А, здесь не показывается результат первого дня. А почему? А почему? А, вот здесь статистика событий. Если нажимаем, то показывается. Моя фракция Рикадуи, которая была на основном аккаунте, заняла вторую строчку. Хоть эта фракция, ну прям, откровенно говоря, была внизу таблицы на протяжении всего дня. По итогу дня, все-таки заняла второе место. И я получил на основном аккаунте, получается, 150 очков. Шафт Эвраны, которые у меня на мульте, на втором бездонат аккаунте, они заняли последнее место и получили всего лишь 50 очков. Посмотрим, что будет сегодня. Все-таки задания тоже должны как-то на все это дело влиять. Вот, например, сейчас Рикадуи опять внизу. Внизу Шафт Эвраны тоже внизу. Поэтому посмотрим, как все это дело у нас поменяется. Но пока что только вот одна фракция становится такой более стабильной, которые на постоянной основе набивают много заданок. Но вы должны понимать, что задания идут 24 часа. Поэтому все зависит от того, как день заканчивается, как он идет по итогу вот этому вообще, в принципе. Это, в принципе, ерунда. Так, что касаемо поимки голдов. Нам надо взять сейчас самое удобное вооружение для того, чтобы мы как раз-таки этот голд быстро поймали. У меня есть хоппер. У меня есть лучшая пушка игры Тесла. Теслу мы даже возьмем, чтобы у нас рикошетили шарики. Возьмем вот так вот. По дрону пусть у нас будет гиперион. И по резам возьмем рез от фреза, теслы и жиги. Пусть будет вот такой вот у нас резистик. Ну и пикаем специальный режим. Тот самый режим, в котором до сих пор есть повышенные шансы выпадения золотых ящиков. Так как видео записываю утром, есть шанс на то, что сейчас я попадусь в карту, где не будет особо большого количества сильных игроков. И мы максимально быстро пройдем как раз-таки вместе с вами эту заданку. Ну и это будет, например, рекордный спидран по командному контрактику. Что касаемо следующих миссий, мы можем по-быстрому тоже зайти. Я просто особо сильно не помню, какие там следующие миссии у нас были. Можем сразу быстро посмотреть. Следующая миссия у нас доставить два флага. То есть, ну максимально простые. Потом 12 ящиков ремкомплекта собрать. То есть прожать можно 5000 кристаллов заработать. Три ящика ядерки. Тоже можно быстро максимально все это дело оформить. 30 звезд. Еще 30 звезд надо будет зарабатывать, да? Один флаг доставлять. 3000 очков набирать. И 10 тысяч кристаллов зарабатывать. Но это уже последние такие заданки. Так, запикивает меня на... Ну не самую, наверное, приятную карту. На самую приятную карту. Бэ, ну можно было бы сразу же с этой карты забрать золотой ящик. Если бы я просто бы успел бы чуть-чуть раньше среагировать и воткнуться в оппонента. Можно было бы начать все это дело уже с поимки первого голда. Так, только у меня что-то пинг прыгает. Почему у меня прыгает пинг? Это вопрос хороший. Таким пингом будет немножко неприятно ловить голды. Если у меня вот так вот сильно будет сейчас все это дело прыгать. Ну и карту, которую мне тоже закинуло. Я бы не сказал, что она хорошая. Поэтому давайте мы ее лучше попробуем быстро перепикнуть. В надежде, что меня сейчас закинет на какую-нибудь интересненькую, хорошенькую, маленькую уже карту. Где шанс поимки голда будет значительно больше. Ну и что касаемо голдов, то проще всего вот как раз таки его ловить на каком-нибудь хопере. Либо легком корпусе, на котором вы быстро можете доехать. Ну хопер в плане именно того, что вы можете сделать дополнительный прыжок. Наверное самый удобный корпус. Вы можете прыгнуть и забрать как раз таки золотой ящичек. Так, запикиваюсь я на еще одну не очень хорошую карту, если честно. Да. На еще одну не очень хорошую карту. Но лаги у меня как будто сохраняются. Как будто у меня по лагам ничего абсолютно здесь не произошло. Пинг опять прыгает. Ладно, давайте я даже эту карту перепикну. Не буду я на этой тоже ловить голды. Попробую запикаться на какую-нибудь такую больше маленькую, либо средненькую карту. Где у нас не такое большое количество игроков. Если конечно тут карт есть. Хотя бы каких-то, какой-нибудь не знаю, остров. Либо что у нас там есть еще такое интересное. Да даже губаха, я думаю, будет поинтересней. Остров, губаха. Что-нибудь такое бы мне предложило бы. А мне предлагают чисто две карты. Ладно, давайте я поставлю видос на паузу, запикаюсь и сразу же продолжим. Так, спустя три карты перезахода я все-таки запикался на ферму. Вот это уже будет идеальная карта для ловли голдов. Единственное только главное, чтобы у меня не лагало. Если лагов не будет, то я здесь максимально быстро поймаю эти два золотых ящика. Главное, чтобы пинга не было большого. Так, блин, первый голд мог быть уже прямо сейчас. Но голдов у нас падает довольно большое количество. Поэтому, по идее, я их должен максимально быстро словить. Мы можем даже использовать чит-код на быструю поимку золотого ящика. Да, по крайней мере, одного из двух золотых ящиков. Сделаем вот так. И... И вот так сделаем. Просто за 15 секунд мы ловим два золотых ящика, прожимая лишь один свой чит-кодовый овердрайв. И максимально быстро проходим командную миссию. Вот вам и весь секрет успеха. Я только запикался в катку. 15 секунд. И командный контракт выполнен. Да, мог я бы там дождаться условно бы этот овердрайв, не прожимать свой. Но если это рассматривать в рамках видеоролика, то понятное дело, что вот так вот все это дело пройти можно значительно-значительно быстрее. Еще и эффектно и красиво забрав два голда одним прыжком на хопперид. Что 100% достойно вашего лайка. Поэтому если вдруг еще не поддержали данный видос, лайком обязательно поддержите, подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Ну а мы ждем следующую миссию. Потому что эта миссия закончилась максимально-максимально быстро. Поэтому поддержьте это с лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.